Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Решить свои проблемы с помощью шантажа. 33-летний ранее судимый мужчина угрожал спрыгнуть с моста возле железнодорожного вокзала. Конфисковать или нет, в судах решается судьба топарских теплиц, которые принадлежат осужденному экс-премьер-министру Серику Ахметову. Лучший спасатель. В Караганде стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту. Лучших в своих дисциплинах определяют как среди мужчин, так и среди женщин. Доходы республиканского бюджета, перевыполненный дефицит сокращаются. Такую информацию распространило Министерство финансов Республики Казахстан. За первое полугодие в государственный бюджет Казахстана поступило 4 триллиона 141 миллиард тенге. Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-министр финансов Руслан Доленов. При этом расходы бюджета составили 4 триллиона 598 миллиардов тенге. Дефицит сократился до 458 миллиардов тенге. По словам вице-министра, в первом полугодии в ходе исполнения бюджета решались пять основных фискальных задач. Увеличение собираемости налогов путем мягкого администрирования, обеспечение антикризисного роста расходов, наращивание освоения средств по программе Нурлы Жол, стимулирование экономики через госзакупки, приватизацию и легализацию. В первом полугодии доходы бюджета были перевыполнены как на центральном, так и на местных уровнях. Они превысили 3 триллиона тенге. Это принесло хороший вклад в поддержание экономического спроса. На республиканском уровне освоение бюджета возросло до 99,4%, а в целом исполнение госбюджета по стране стабилизировалось на уровне 98,7%. Другим важным антикризисным инструментом является развитие конкуренции, государственные закупки и приватизация, призванные активизировать частный сектор. В защиту интересов бизнеса в этом году впервые внедрён камеральный контроль закупок для исключения предпочтений, которые ограничивают равный доступ предпринимателям. На заседании правительства также было отмечено, что активно растут темпы второй волны приватизации. С начала кампании в 2014 году в частные руки перешли 276 государственных и квази-государственных объектов на сумму 82,5 миллиарда тенге. Важным инструментом вовлечения неучтённых средств в открытый финансовый оборот является проводимая в настоящее время легализация. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов, подводя итоги заседания правительства, поручил держать на особом контроле поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава правительства подчеркнул, что он продолжит рабочие поездки в регионы, где особое внимание будет уделять вопросам обеспечения занятости и созданию новых рабочих мест. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Количество тяжких преступлений сократило, снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. Такие данные были озвучены в областном окемате. Начальника местной полицейской службы выслушала Лариса Хусаинова. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Наблюдается снижение количества преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними гражданами. По итогам трех месяцев был отмечен рост преступности среди несовершеннолетних. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению. Необходимо отметить, что на протяжении пяти последних лет криминогенная обстановка подросткового среди не изменилась в негативную сторону. Если взять анализ, за шесть месяцев 2012 года зарегистрировано было 255 преступлений, в 2013 году 269 преступлений, в 2014 году 232 преступления, в 2015 году 129, а в этом году 158. Раньше отчеты правоохранительных органов были формальностью. Но после создания местной полицейской службы, каждый участковый инспектор один раз в квартал обязан начитываться перед населением. Отчеты совместно с Акимами уже прошли в Караганде, Тимиртау, Абайе, Саране и других городах и районах области. Кроме того, сегодня участковые инспекторы освобождены от оперативно-розыскной деятельности. Они задействованы только на своих участках. Уже в виде жетона, вот на днях, уже к концу недели мы получим, которые были заложены, эти 52 миллиона. Приобретает автомобили, вот 8 автомобилей уже пришли сейчас, в течение 2-3 недель поступит. Еще вторая партия автомашин, парк обновляем. И думаю, эти моменты все даст позитив в работе. Что касается работы дорожно-патрульной полиции, здесь также наблюдается положительная динамика. По сравнению с полугодием 2015 года, количество ДТП со смертельным исходом сократилось на 20, а пострадавших на 40 фактов. Это также говорит об эффективности проведенной реформы, заявили полицейские. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде вновь собрался областной общественный совет. На повестке дня – отчет о деятельности совета за первое полугодие. В работе этого совещательного органа принял участие глава региона Нурмухамбет Абдибеков. В начале заседания председатель комиссии Еркара Аймагамбетов отметил, что ранее уже были обсуждены вопросы земельной реформы. Также принято решение продолжить работу по разъяснению норм земельного кодекса. В Единственном совете создана специальная комиссия по земельной реформе. Со стороны правительства Республики Казахстана организованы выездные заседания по областям, пока они были Алматинской, Акмолинской, Калардинской областях. Мы тоже ждем. Это было бы интересно, чтобы совместно обсудить все острые вопросы, которые касаются земельной реформы. В качестве члена Республиканской комиссии по земельной реформе от Карагандинской области был выдвинут Абдулла Торибеков. Он рассказал о принятых решениях по внесенным предложениям и в целом о работе комиссии. И задачи рабочих групп по тематическому направлению. Первый – это правовая, вторая – это группа информации и разъяснений, третий – экономический, четвертый – по обеспечению прозрачности процедур. Согласно плану работы на июнь-юль месяце, встреча – это с населением, с выездом в регион. В настоящее время встречались с населением Акмолинской, Алматинской, Казлардинской областях. В субботу или 23 июля ожидается поездка в Атраву. Также на заседании был заслушан доклад руководителя земельных отношений Аяна Шалмагамбетова. Он рассказал о том, какая работа в этом направлении проводится с местными исполнительными органами. Между членами общественного совета началось бурное обсуждение наболевшего вопроса. Акимобластин, Мухаммед Абдебеков, прервал полемику и высказал свое мнение. Будем принято решение, надо уважать мнение большинства. Живем теперь в этой реальности. Да, будет трудно, но будем выкарабкиваться. Мы предлагаем, когда приедет комиссия, эти позиции оставить. Если согласитесь, поддержим. Если что-то внести изменения, тогда откорректируем эти позиции. Хорошо? Заседание закончилось докладом секретаря общественного совета Натальи Вшивцевой. На сегодняшний день созданы и работают пять комиссий. Бюджетная, правовая, комиссия по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, общественного контроля и комиссия по земельной реформе. Каждую возглавляет грамотный специалист. Они обсуждают различные проекты и программы, проводят постоянную работу по информированию населения. Комиссия активно работает как на приеме граждан, так и с письменными обращениями. На сегодняшний момент в работе находятся 16 обращений. Все эти вопросы Общественный совет внес в годовой план работы на нынешний год. С момента образования Общественный совет области рассмотрел 196 проектов нормативно-правовых актов, направленных из городов и районов области. С 10 июня функционирует приемная общественного совета. Прием граждан проходит еженедельно по пятницам с 16 до 18 часов в здании областного Акимата. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Впереди реклама, не переключается. Мы скоро вернемся к нашим актуальным новостям. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. И далее о происшествии. В Караганде 33-летний мужчина угрожал спрыгнуть с моста в районе железнодорожного вокзала. Мужчина перебрался за перила моста и оттуда ввел переговоры. Оперативно к месту прибыли наряды полиции и силы ДЧС. Как выяснилось, он сам вызвал полицейских. Кроме того, требовал на место прокурора и родных. По просьбе полицейских приехала его супруга. Помощь медиков и психологов не понадобилась. Спустя время мужчину все же уговорили слить с моста. Своё желание свести счёты с жизнью объяснил финансовыми трудностями. В данный момент полицейские доставили его в прокуратуру. На месте происшествия выехали все экстренные службы. В 10-35 его сняли и забрали в прокуратуру. По предварительным данным, мужчина затруднялся денежными средствами. И таким путём он хотел решить свою проблему. Также он ранее судимый. В настоящий момент обстоятельства выясняются. За что ранее судимый? За кражу. В карагандинских судах продолжаются споры по делу осуждённого экс-премьер-министра Сирика Ахметова. Разбирательства развернулись вокруг предприятия «Топарские теплицы». Суд признал это предприятие личным бизнесом Ахметова, оформленным на подставленных лиц, а значит, подлежащим конфискации. 19 июля апелляционное заседание прошло в Карагандинском областном суде. Из материалов дела следует, что доля осуждённого Ахметова составляет 95%, остальные 5% принадлежали бывшему директору «Топарских теплиц». Такой ответ не устроил прокуроров. Они настаивают, что тепличный бизнес в целом принадлежит Ахметову среди потерпевших акционерное общество «Каз Агрофинанс», вложившее более 4 миллиардов тенге. В результате заседания судья Нурмагомбетова отменила постановление уголовного суда о конфискации. Между тем выяснилось, что тепличный бизнес перепродан третьему лицу до того, как приговор в отношении Ахметова вступил в законную силу. Новые владельцы в судах пытаются добиться снятия ареста на имущество фирмы «Топарские теплицы». Специализированным межрайонным судом по уголовным делам было рассмотрено представление старшего государственного судебного исполнителя по разъяснению неясностей, возникших при исполнении приговора по делу Ахметова. И в этом представлении ставился один единственный вопрос – это распределение долей в имущественном комплексе ТО «Топарские теплицы». Суд разрешил данное представление, удовлетворил его и разъяснил такого рода, что 95% принадлежит Ахметову в этом имущественном комплексе, 5% третьему лицу. Объединить мелких сельхозпроизводителей в производственные кооперативы – это одна из мер по обеспечению продовольственной безопасности. Министерство сельского хозяйства обнародовало специальную программу. Реализацию программы в нашем регионе обсудил Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. 100 бизнес-проектов для каждого села – это один из проектов, предложенных президентом страны 6 июля. На сегодня Министерство сельского хозяйства разработало специальную программу. Планируется использовать потенциал личного подсобного хозяйства для увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции и увеличения рабочих мест. Одной из мер является создание сети пунктов по приему молока. Простые расчеты показывают, есть потенциал. Молокоперерабатывающие предприятия недозагружены, где-то 60-70% загрузки, есть 30-40% потенциала, который надо загружать. А это понятно, что рынок сбыта для наших сельчан, кто молокопроизводством занимается, даже на личном подсобном хозяйстве. Среди других мер – создание семейных откормочных площадок, открытие ферм по разведению овец, птиц, кроликов, развитие пчеловодства и рыбоводства. Малым сельхозпредприятиям предлагается объединиться в производственные кооперативы. Глава области Нурмухамбет Абдебеков подчеркнул, что речь идет не о коллективизации. Здесь должно быть добровольное объединение, но для того, чтобы это людям было понятно, им надо разъяснять эффективность и выгоду кооперации, сельскохозяйственной кооперации. Практика показывает, те крупные сельхозтоваропроизводители в агропромышленном комплексе, которые сумели в самые сложные периоды сохранить себя как диверсифицированную единицу, они сегодня на коне при любых погодных условиях. Аким Карагандинской области поручил в каждом районе создать рабочие группы по реализации программы Минсельхоза. Андрей Теннел, Жасгабасов, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Местная полицейская служба доказала свою состоятельность. Первый заместитель Акима Карагандинской области провел выездное совещание. Аслабек Дюсибаев посетил участковый пункт номер 2 и полк дорожно-патрульной полиции. Первый заместитель Акима области решил проверить на местах, как работает местная полицейская служба, созданная в начале этого года. Он посетил участковый пункт номер 2 и полк дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды. Итоги подвели на специальном выездном совещании. Полицейские доложили о результатах работы в первом полугодии. За 6 месяцев текущего года регистрация уголовного правонарушения в общественных местах увеличилась по области на 41%, в том числе на улице на 5,5%. Значительное увеличение числа правонарушения в совершенных общественных местах добычи на территории обслуживания подразделений УВД города Караганды на 61%, Тимиртау на 25%, УВД города Жасказьян на 25%, Абайского района на 43%. Местные органы власти оказывают всестороннюю поддержку новой службе. Из областного бюджета на материально-техническое обеспечение МПС выделено более 140 миллионов тенге. На эти деньги планируют приобрести 8 автомобилей и 75 видеожетонов. Какие машины нужны? Нужны Вайзики, нужны Шкоды, нужны... Все от вас... Все от вас должно быть. Мы против, например, что в городе Караганде, например, ездили, условно, эти таблетки называют, да, их? Потому что Караганда – современный город. Для районов это незаменимый, конечно, можно, в ближайшие еще 10 лет это будет незаменимый. Проходимость, ремонт и так далее, вопросов нет. Но по городу Караганде мы, например, не хотели бы, на республиканских трассах мы тоже бы не хотели бы видеть. Необходимо отметить, что материально-техническое оснащение и эффективное использование бюджетных средств находятся на особом контроле региональных властей. Также дано поручение работать над улучшением качества и результативности. Асель Сазымбаева, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. На старте профессиональные спасатели. В Караганде стартовал 23-й летний чемпионат страны по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и третий чемпионат среди женщин. Участников спортивного праздника поздравил глава региона Нурмухабет Абдебеков. Все подробности в репортаже Адель Антаевой. Чемпионаты по пожарно-спасательному спорту проходят ежегодно. Но в этом году именно нашей области выпала честь принимать участников соревнований. Владимир Сухов участвует в подобных соревнованиях восьмой раз. Он уверен в победе своей команды и надеется занять первое место. Второй день это будет завтра. Завтра будут личные виды. Сегодня выступает командный вид. Участвуют у нас 8 человек, 2 забега идет. Завтра идет личные. Это эстафета и сотня. Штурмовка и сотня. Соревнования продлятся 3 дня. Они включают в себя подъем по штурмовой лестнице для мужчин, боевое развертывание, преодоление 100-метровой полосы препятствий среди мужчин и женщин. На торжественной церемонии открытия с напутственными словами выступил глава области Нурмухабет Абдебеков. Проводимый чемпионат способствует развитию и популяризации профессии пожарного спасателя, совершенствованию профессионального и спортивного мастерства сотрудников органов гражданской защиты. В современных условиях ни одно государство не может обойтись без надежной универсальной службы, способной оперативно устранять аварии на самых разных объектах. Аким области вручил командам Тимиртау и Жизказгана ключи от вездеходов. Этот подарок еще больше воодушевил участников на победу. Стоит также отметить, что казахстанские спасатели успешно принимают участие в международных соревнованиях. В прошлом году мужская сборная команда стала двукратным чемпионом мира по боевому развертыванию. Имена победителей республиканского чемпионата назовут в пятницу 22 июля. Адалян Таева, Лжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону. 42-06-49. До свидания. Саубовым здоровьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова